Черногория маленькая, но очень красивая страна. Мы проехали ее вдоль и поперек и поверьте, здесь есть что посмотреть. В этом выпуске мы покажем самый популярный курорт Будву, самый фотографируемый святой Стефан и самый посещаемый остров Святой Николай с его знаменитым пляжем Гавайи. Это удивительная страна, которую мы зовем Черногория, а итальянцы назвали просто Монтенегро. Поехали! Попасть сюда можно тремя способами. Первый это прилететь на самолете в город Тиват, как это сделали мы. Второе приплыть на лодке и третье приехать на машине или автобусе из соседних стран. Отдельное внимание хочу уделить автовокзалу Будвы. Автовокзал больше похож на мини-парк или зоопарк с фонтанами, фруктовыми деревьями и животными. Здесь гранаты киви свисают прямо у входа. Уточки, кролики и фазаны приводят в восторг всех без исключения. Здесь же можно приобрести билеты на соседние города-курорты и страны, такие как Хорватия, Сербия, Босния-Герцеговина. Сразу по прилету нас встретил гостеприимный черногорский колорит, а именно веселый водитель нашего автобуса. По приезду в Будву погода оказалась дождливая и пасмурная. Мы немного расстроились, так как это было начало сентября, сезон обещал быть до середины октября. Но забегая наперед скажу, что море в этом году было очень теплое. Мы быстренько заселились на виллу, а именно такой способ размещения здесь наиболее популярен 2-3-4 этажные виллы от хозяина. Бывают апартаменты с кухней, либо без нее. В основном все работает на завтраках. Особенности выселения здесь раньше, чем в отелях, до 12 часов. Поэтому при выезде уточняйте это у хозяйки виллы. Разместившись, мы решили разведать, что здесь по еде. Наша вилла, о которой будет отдельный обзор на нашем канале, входится в 5-ти минутах от променада. Мы решили посетить местный торговый центр и местный рынок. Сейчас Анька пройдет полную дезинфекцию. Такие врата. Все, продезинфицированы. Рынок Черногории в городе Будва. Местный рынок с колоритными продуктами. Пойдемте посмотрим, что там нам предлагают. Обязательно при входе в общественное место, такие как рынки, супермаркеты, магазины, одеваем маски. Пусть это дают пробовать. Ну посмотрим, как все будет. Погнали. Тут паршрут сразу включает. Говяжий паршрут 12,99 евро. О, говядина. Черные ляшечки. Это вяленое мясо. Можно такие, кстати, привезти на подарок. Пробовать? Спасибо. Ну прошу, чтобы возьмите немного. Такое вяленое солененькое мясо. Пробуешь? Паршрут. Нарезки разные. Есть чистый паршрут, есть с колбасками. Это все говядина? А вот это? Я свинину не хочу. Говядина вот эта? Это вы сами, да, вакуумируете? Как же сыры продаются? Сыр с орехами. А это с вареньем? С фруктами какими-то, да? В общем, 4 вида сыра тоже можно нарезочку купить, перевести. Пойдемте дальше посмотрим. Какая рыба, свежая рыбка. Покажи, ты как красивая барабутка. Что это за вот справа? Ух ты, какой монстр. Ё-моё, ты видел это? О, блин. Дальше? Вау, это монстры. Барабулька. Это мурена, да? А вот эти вот большие. Видео? Камбала. А вот это что такое? Морской черт? Похоже, да. Похоже, да. Добрый. Добрый. А он инжир. Вау. А почем? Почем инжир? 3 евро. 3 евро. 8 евро и ветка. 8 евро вот эта штучка, да? Попробуй. Это разные сорта, да? Ух ты, красота. Спасибо. Можно маску снимать, да? Класс. А это другой сорт, да? Очень сладкий. И все, да, по 3 евро? 5 евро. Угу. Оливки разного посола. Смотри. Грибочки по 10-15 евро. Угу. Сейчас бить. Угу. Фруктовые настойки, раки, вина, ежевичное, гранатовое. Это мед с орешками. Даже классно привезти на сувенир. Домашнее вино. Ежевичное. В прошлом году, ну, пробовали в прошлый раз. Вау. Грибочки. Ммм. Ягоды, грибы. Это как белый гриб, да? Да. Красота. Ну, фрукты и овощи. Стандартно. Из необычного какие-то бобовые. Да. Хочу менюжировать. Два с половиной. Да. Ммм. Тут уже два с половиной. Чуть-чуть пройти. Тут поменьше инжир. Два с половиной. Тут инжир по два. Да. Ну, не такой крупный, но, наверное, вкусный. О, всякие изделия из дерева. Три поделки. Можно купить красивую тарелочку. Напоминание Черногории. Тукаты. Ой, клубничку покупали. Есть тукаты, вишня, голубика, клюква и клубника. И апельсины сушеные. О, облепиха. Тоже вяленая облепиха. 30 евро. Килограмм по 10 евро. Ну, там он 8, говорю, большая. А тут какие-то более сочные. О, какие оливки, смотри. Король оливок. Нормальный размер. Смотри. А по чем? 5 евро за килограмм. С перчиком? Да, я не могу. Окей. Писташки есть. Это же реклама. Вот нашло. Здесь я вам усердно рассказываю о том, что мы набрали на рынке, но мой микрофон предательски выключился через 3 секунды после включения. Конечно же, мы, как и все туристы, в первый день набрали горы паршюта, сыров, фруктов, а именно свежего инжира на пробу. Но справедливости ради следует заметить, что зайдя за угол в любой супермаркет, вы можете приобрести то же самое в 3-4 раза дешевле. Недаром этот рынок называется туристическим и переплачиваете вы прежде всего за местный колорит, а не за продукты. Кстати, по нашим наблюдениям, мы были здесь в 2017 году, торговцы были куда вежливее и приятнее, давали больше пробовать. Сегодня же нас даже погнали, не разрешили съемку и вообще сказали, идите, идите, только ходят, смотрят и ничего не покупают. Реклама никогда не бывает лишней, видимо не про них. Наверное, на них повлиял кризис 2020 года и отсутствие туристов, либо конец сезона и они устали, кто знает. Не держим на них зла. Содержимое всех пакетов в моих руках вышло нам 24 евро. Затем мы немного отдохнули в номере и отправились на моречко. �. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Будве есть несколько пляжей, самый, по моему мнению, живописный и уединенный – это Магрен и Магрен-2. Их разделяют скалы, в скалах приложена такая тропа, там с парапетами на Магрен-2 нет. Позади меня Магрен-1, впереди Магрен-2. Если вы пойдете на пляж в непогоду, будьте готовы к таким вот волнам и быть полностью мокрыми. Нам повезло, мы только что оттуда вернулись с сухими. Пляж Магрен и Магрен-2 находятся по правой стороне от старого города. Сейчас его не видно, заслоняет скала позади меня. Пляжи, к слову, оборудованы, есть кафешка, лежаки, душ и переодевалки. Что немаловажно. Кто будет в Черногории, особенно в Будве, пляж Магрен и Магрен-2 – обязательно к посещению. Рекомендуем. Вечером мы решили прогуляться по старому городу. Атмосфера в вечерней Будве просто волшебна. Должна вам признаться, на рассвете Будва еще более завораживаясь этим вечером. Рекомендуем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Башня с часами в Гудби – начало и конец всех родких автобусов Прямо на остановке есть стенд, на котором есть расписание автобусов во все близлежащие города В Черногории сербский язык. Вроде буквы знакомые, но что оно значит? Сейчас расскажу небольшой лайфхак по путешествиям по побережью Если вы остановились в Будве, все это Будванская ривьера, называется Будва – основной туристический город От него начальная и конечная правная точка, что в сторону Святого Стефана, что в сторону пляжа Ясь, Жно и Тивата Если вы хотите прокатиться по побережью, есть два способа – междугородний автовокзал, а есть городские автобусы Так как Будва – не только туристический, но и муниципальный центр, все прибрежные территории, как пляж Ясь и в другую сторону до Святого Стефана Эти небольшие поселки принадлежат Будванскому муниципалитету Поэтому можно пользоваться городским транспортом И мы рекомендуем именно городской автобус по нескольким причинам Первое – это то, что городские автобусы подводят к пляжу Как мы, например, сейчас приехали в Святой Стефан Автобус нас подвез практически к парковке у пляжа В то время как междугородний автобус останавливается на трассе И ставы тут довольно высокие отвесные, приходится спускаться и подниматься вверх самим Второй момент – это стоимость, она дешевле, где-то на пол, иногда на евро Стоимость дешевле за счет того, что вы не платите станционный сбор Приобретать билеты вы можете прямо у кассира, который находится на городской остановке Очень удобно, что этих городских остановок по городу несколько И они расположены на основной трассе шоссе, в которой происходит движение в разные города И по времени Междугородний транспорт, сколько мы отъезжали, покупали билеты Оно идет по расписанию и более долгие промежутки времени Иногда можно ждать полчаса или сорок минут И бывает опаздывают автобусы, так как отправная точка не является Будвой Это может быть или Тиват, или Подгорица, или другой город Городской транспорт, я же сказала, выходит из центра, из Будвы Поэтому вы всегда садитесь на конечной остановке И очень удобно то, что эти автобусы курсируют каждые 15 минут С 8 утра до 10 вечера Уехать в Святой Стефан, например, можно каждые 15 минут, начиная с 8 утра И вернуться обратно до 10 вечера можно также Подняться немножко от пляжа, это 5-10 минут на остановку общественного транспорта Каждые 15 минут отсюда отправляется автобус в Будву Поэтому пользуйтесь городским транспортом Он комфортнее, дешевле и удобнее Рекомендуем! КОНЕЦ Сегодня решили поехать на Святой Стефан Сейчас будем покупать билеты Прошлись на местный автовокзал И сейчас будем узнавать билеты Билеты стоили 5 евро на двоих Нам туда, на посадку Вот наш автобус Садимся и едем Мы доехали на автобусе из Будвы до Святого Стефана за 5 евро на двоих Нас автобус высадил на трассе Нужно перейти дорогу Спускаться вот по таким расщелинам Самый-самый низ Ну вот мы и добрались Всего 7-10 минут спуска И мы на муниципальном пляже Видим вблизи полуостров Святого Стефана Это остров, на котором раньше отдыхали все знаменитости Поэтому он супер закрытый, супер дорогой Если смотреть с острова по правую сторону Муниципальный пляж Будут отдыхать все жители и туристы, приезжие А с левой стороны, как пишет, платный пляж Который от 100 евро с всего века Но мы еще это проверим Вот Пляжик оборудованный Есть шезлонги, переодевалки, душевые кабины Ну, как, в общем-то, все такие раскрученные городские курорты Надеюсь, вам что-то слышно Потому что сильный ветер и волны достаточно сильные Людей сейчас в сентябре уже очень мало Но есть с детьми Вот, люди в основном загорают Поэтому подойдем, посмотрим, что там поближе Там соединяется землей Этот был остров, тонкий-тонкий перешей к суше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На побережье Черногории адриатический мягкий климат, чему свидетельство множество деревьев с оливками. Вот, например, вот эти оливки, я думаю, уже скоро поспеют и пойдут в банки для засола. Это достаточно среднего размера. Церковь Святого Савва находится на самой вершине горы, которая возвышается над курортом Святой Стефан. Можно подняться туда на такси, а там рядом есть смотровая площадка, в которой открывается замечательный вид на весь курорт и на знаменитый полуостров. Кто устал от шумных туристических пляжей возле Святого Стефана, можно пройти по дорожке через скалу. Идет такой сосновый парк, перейдя через который, вы можете очутиться на более уединенный, но не менее чистый пляж. Здесь находится всего один отель, поэтому живающих посетить будет меньше, чем на раскрученном туристическом пляже. Если пройти еще 500 метров вправо по сосновому парку, то окажетесь на следующем пляже. Тоже небольшой пляж с чистейшей адриатической водичкой. Идем купаться. Не просто игрушку, а замечательную рыбку, которая измерит нам температуру. На самом деле это детский градусник, который измеряет воду. Сейчас мы ее опустим на дно. Ее можно не на дно, можно и так. Сейчас солнца нет. Сейчас пасмурно на улице, потому от солнца она не будет греться. Манька все равно ногой протопила. Продержим ее пару минут и посмотрим какая же на самом деле температура воды в сентябре в Черногории. Сейчас мы находимся на пляже Святой Церкви. Через минуту включимся. 23,5 градуса. Вполне себе тепленько. Не знаю, температура воздуха где-то 32, да? Да. На улице, поэтому вода кажется такой бодрящей. В целом, если окунешься, то купаться можно. Проверено. Отдыхать в Черногории в сентябре я рекомендую. В сентябре. В сентябре. Отдыхать в Черногории в сентябре рекомендую. Манька открыла новый месяц. В сентябре. Рыбка. Я рыбка. Приезжайте в сентябре. Заставка такая. Манька. Да. Манка открыта. В сентябре. Черногории в сентябре. Господин т.рассы. В сентябре. Манька. Манька. Женщин. Ах, что ж. Сентябре. В сентябре. Ох, что ж. нужно приобрести такие билетики их цена 4 евро на остров святого николая приобрести можно любой из точек на набережной губы а за 5 евро можно скататься еще на неморскую экскурсию на святой степан лайфхак для вас друзья если вы хотите прогуляться пешком не спеша по будванской ривьере можете пройти от будвы до святого власа пешком можно по берегу останавливаясь на живописных пляжах переходя сосновые парки можно пройти будва бечичи каменское ржно пляж королевы и святой власть живописная тропа займет это у вас где-то 3-4 часа если не спеша но можно обратно вернуться например на городском автобусе который стоит полтора евро буду а